Сегодня открыли движение на протяжении всей Большой кольцевой дороги в столице. Трасса разгрузит город и позволит сэкономить время в пути. Теперь машинам, следующим транзитам, не придется заезжать в Нур-Султан. Они смогут миновать его по кольцевой, причем по всем направлениям. На открытии побывал наш корреспондент Иван Тулинов. Большое кольцо теперь окружает весь город. Последний участок сдали сегодня. Это юго-западный обход, соединяющий район аэропорта с Астраханской трассой. На строительство завершающего отрезка протяженностью 34 километра понадобилось два года. Вся кольцевая магистраль не только разгрузит городские дороги, но и позволит улучшить экологию, поскольку транзитный транспорт в город теперь может не заезжать. К примеру, если из Караганды, из Алматы хотят уехать в Куршетау, либо Павлодар, Костанай, могут по этой обездной, по кольцевой проехать, не заезжая в город уехать. Это помогает разгрузить город, то есть пробок меньше будет. Это практика, международный опыт. Во всех городах есть кольцевая дорога. Общая протяженность кольца 87 километров. Его строительство началось с момента образования столицы 20 лет назад. Первым участком считается отрезок между выездами в Костанай и Кокшетау. Затем стройка постепенно двигалась вокруг города по часовой стрелке. С вводом юго-западного обхода кольцевую удалось замкнуть. Сдача проекта была запланирована на 2020 год. По словам строителей, опережение срока на качестве не сказалось, хотя проверять дорожное полотно на соответствие характеристикам будут лишь ближайшим летом. По окончании договора мы будем сдавать на центр качества. Они будут определять. Дорога у нас, как бы, я сказал, как первая категория, имеет толщину, которая соответствует по нормам. Идет двухслойный асфальт у нас, верхний слой – щима. Поэтому качество дороги, я думаю, это отличное для первой категории. На проект понадобилось 60 миллиардов тенге. Льготный кредит Казахстану выдал банк КНР «Эксим». В строительстве участвуют две крупные компании – казахстанская «Казгерстрой» и китайская «Синьсин». Запустить движение по всему кольцу было решено в торжественном формате с участием премьер-министра Оскара Мамина. Внимание со стороны Кабмина оправдано, поскольку проект «Большой кольцевой» входил в государственную программу «Нурлыжол». Строительство кольцевой дороги является сложнейшим инженерным проектом с транспортными развязками и мостами. Этот проект несет значительный вклад в развитие городской транспортной инфраструктуры, повысит эффективность транспортной системы столицы. Передвигаться по всему кольцу можно с сегодняшнего дня. Строителям осталось завершить обустройство трассы, установить на некоторых участках освещение, дорожные знаки, автомобильные отбойники, завершить строительство развязок и мостов. Полная сдача проекта ожидается в июле 2020 года. Иван Тулинов, Аяд Дюсимбаев, Хабар, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова